Первая после выборов губернатора сессии АКЗС собрала 24 вопроса, и большинство из них были связаны с экономической сферой. А главный вопрос касался корректировки краевого бюджета. За 8 месяцев 2023 года доходы края выросли на 4%. Это объем более 6 миллиардов рублей, причем это все наши налоговые и неналоговые доходы. Это налог на прибыль более 6 миллиардов рублей, 600 миллионов рублей акции на нефтепродукты, дает нам возможность увеличить и доходы на 3,7 миллиарда рублей и сократить дефицит бюджета, который у нас был достаточно высокий. Более 2 миллиардов рублей до конца года пойдут на решение проблем муниципалитетов. Немалую часть средств выделят на строительство дорог, закупку квартир для детей-сирот, реализацию краевой инвестиционной программы и выплату социальных пособий. Александр Романенко рассказал о том, что к середине октября на рассмотрение депутатов поступит проект регионального бюджета на следующий год. А на этой сессии депутаты приняли законы, которые нужны для подготовки бюджета. Например, повысили налоги для иностранцев. Патент для иностранных граждан, которые трудятся у нас, предлагается чуть-чуть скорректировать, увеличив региональный коэффициент так называемый. Для чего? Чтобы приблизить сумму налога-патента к сумме НДФЛ, которую платят наши российские граждане. Экономическая корректировка ожидается и внутри муниципалитетов. Раньше самые богатые районы отправляли в краевой бюджет часть собранных доходов. Теперь объемы транспорта уменьшили. Платить будут только те муниципалитеты, где жители зарабатывают в 2,6 раза больше, чем в среднем по региону. Были на сессии законопроекты правовой направленности. Два момента здесь уточняем в данном законопроекте. Первое. Лицам, являющимся иностранными агентами, запрещено организовывать публичные мероприятия. Вторая позиция, уважаемые коллеги, мы расширяем перечень мест, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций. Именно законопроект об изменениях в отношении митингов стал яблоком раздора среди парламентариев. Резонанс вызвал второй пункт, из-за которого в крае почти не осталось мест для демонстраций. Запретили все, начиная с вокзалов и заканчивая образовательными и медицинскими учреждениями. А где еще проводить публичные мероприятия, коллеги? Скажите, орган власти принял решение неправильное, кондиционное, несправедливое. Люди куда должны идти? К органу власти. И там протестовать. Больницу оптимизируют, где они у ЦРБ. Куда людям идти протестовать? К этой больнице? Нет. Теперь это сделать будет нельзя. Однако есть и позитивные изменения в законодательстве. Например, теперь жизни алтайских охот инспекторов будут страховать за счет федерального бюджета. За последние пять лет в регионе погибло два таких сотрудника. И еще десятки получили травмы от действий браконьеров. Теперь вместо 178 тысяч родственники погибшего получат полтора миллиона рублей. Если причинен вред здоровью от степени тяжести, ну если инвалидность первой группы, это уже миллион 125 тысяч. Вторая группа 750 тысяч. Третья группа 375 тысяч. А было всего-навсего 30 тысяч. А вот жизнь и здоровье сотрудника особо охраняемой территории в поле зрения закона не попали. Но, скорее всего, депутаты этот вопрос будут продвигать. Также сейчас в парламентских кругах идут размышления о том, нужно ли инспекторам табельное оружие. Все-таки им в случае опасности пользоваться удобнее, нежели охотничьим. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.